Фестиваль приурочен ко дню народных художественных промыслов, который празднуется с 2022 года по указу президента Российской Федерации в предпоследнее воскресенье июня. Мероприятие посвящено также году педагога и наставника в России, году народной сплоченности в Туве. Организатором выступает Республиканский центр народного творчества и досуга под учредительством Минкультуры Республики. В течение месяца, конечно, отборочные эти туры были, и вот из 33 человека, то есть мастера поучаствовали, из 33 на сегодняшний день самых-самых 6 человек мастера вчера остались, и вот сегодня самого-самого выбрали. Поэтому мы от Министерства культуры хотим поддержать дальше, что это не только в этом году, а и в следующем году дальше развивать, что ежегодно провести вот такой конкурс среди наших мастеров. На площадках выставок-ярмарок «Лучший туристический сувенир» и «Узорчатая глина» были представлены разные направления декоративно-прикладного искусства, народных промыслов, изобразительного искусства и дизайна. Сам я родом из Тоджинского района, приехал из Торахема, чтобы участвовать в конкурсе. Выставил свои работы. Вот обработанная голова медведя, изделия из оленево рога, различные сувениры. Начал свою деятельность с 2007 года. Тогда я учился в Санкт-Петербургском университете технологии и дизайна. Моя цель – развитие резьбы по кости, обучение детей этому древнему искусству. Таких мастеров-костарезов, как я, немного, но они есть, и люди ценят нашу работу. Заказывают подарочные изделия на свадьбы и юбилеи. Гости праздника смогли принять участие в мастер-классах по гончарному искусству, валянию шерсти, резьбе из кости, изготовлению сувениров из кожи, кости, бисера, войлока, изготовлению конского снаряжения, веревки из конского волоса, туинского национального лука, по рисованию портрета и многим другим. Не только полюбоваться, но и приобрести понравившееся изделие мог любой желающий. Это же рынок, обычный рынок, как и все остальные рынки. Там должен быть спрос и предложение. Если нет предложения, нет спроса. Есть спрос и есть предложение. Я бы не сказал, что у нас в Туве есть профессионалы, изучающие вот этот рынок. Этот рынок самобытный такой, ну, народный. Для начала хотел сказать, что после окончания института я, ну, очень долгое время в основном занимался разработкой бренда, туминского бренда. И поэтому, отвечая на ваши вопросы, это для меня, скорее всего, бизнесный, а потом только искусственный. Здесь это мастер-модели, так называемые, то есть это выставочные образцы для дальнейшего массового производства. Тоже что-то, логотип? Бренд, бренд, да. Ну, например, вот он, бренд. Уже готовый, разработанный бренд, это уже можно как бы наладить производство для тиражирования. Определение участников и номинантов главной премии «Лучший мастер» проходило в несколько этапов. Всего принято более 30 заявок, из которых в финал попали 6 мастеров. Название «Лучший мастер» претендовали Алексей Кагайол, Агальматолит, Сайзанак Сарыглар, Национальная обувь, Клара Мангуш, Тватон, Тувинская верхняя одежда, Хрилол Оржак, Кухонная утварь, Тумат Андар, Сувенирные часы и Айбес Алчей. Агальматолит – украшения. Я из рода Байдеги, вырос в село Козылдаг, Байдегинское районо. Со школьных лет я в Агальматолит, резьба по камням. После окончания школы я поступил в училище искусств, потом училище искусств закончил, я работал как художник. А потом я перешел преподавать кружка именно по народному искусству, резьба по камню. Если так взять, то где-то 45 лет я занимаюсь именно творческой по резьбе по камню. Именно Челнардаш, резьба по камню, как творчество. Как преподаю, 15 лет, в топе образования работаю. Кульминацией праздничного дня стало награждение финалистов республиканского конкурса. Обладателем мастеровой премии Тергин Усшевер, лучший мастер, стал мастер камнерез, художник декоративно-прикладного искусства, член Союза художников России Алексей Солчакович Кагайол. Ему вручен денежный сертификат на сумму 50 тысяч рублей и сертификат на закупку продукции. В пользу случаем я каждого поблагодарил и каждого попросил, чтобы каждый, значит, сегодняшний, вот, кто выставил своих работ, нам предоставили сына, да. Мы наверняка будем стараться сейчас, ну, будем делать, чтобы госзакуп, да, вот для подарочного фонда Министерства культуры будем закупать работу вот наших мастеров. Поэтому я каждого попросил, они мне предскуранты, сколько цен поставят. Другим финалистам конкурса вручили дипломы мастеровой премии, денежные сертификаты на сумму 10 тысяч рублей и сертификаты на закупку продукции. Определены также дипломанты в других номинациях, которых насчитывалось более десятка, таких как лучшие гончарные изделия, сувенир-игрушка, сувенир города, сувенир региона. Продолжение следует...